Протикол Дайяр, ошанда керескосу амазарду сурману тіле. 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 Продолжение следует... 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 Ну и вот Казахстан, то, что в рамках вхождения ВТО тоже бессрочная, путем переговорных позиций идет. В чем рахмат? Мистер Нурмасара. При этом он оплачивает таможню пошлины, НДС, если он облагается, и другие какие-либо налоги, и дальше следует этот товар, скажем, в Калининград, в саботоэкономическую зону. В саботоэкономическая зона, там она, как мы понимаем, что она не облагается какими-либо налогами, правильно? Вот те налоги, которые были оплачены на таможне, они будут возвращены субъекту? Ну здесь, мне кажется, вы чуть-чуть смешали ситуацию, когда импортируются товары с третьих стран и товары, которые идут в рамках взаимной торговли, в рамках ЕС. Я тогда немножко остановлюсь на этом. Смотрите, ситуация какая? На СЭЗах освобождается только от пошлины. Налоговая политика, это суверенная политика государства, мы можем в одностороннем порядке освобождать от налогов и тому подобное. Здесь мы не касаемся налогов. Что же касается теперь механизма администрирования НДС на СЭЗах, то есть вот эти 7-8 СЭЗов в рамках ЕС. Освобождаясь когда от пошлины, там этот товар, если будет экспортироваться на территорию Союза, то есть в одну из пяти из наших стран, то они автоматически должны НДС заплатить. Вот как у нас сейчас СЭС Бишкек работает, если предприятие СЭС Бишкек на территорию Кыргызстана поставляет товар, то там автоматически НДС на импорт занимается. Теперь что касается вообще общей системы администрирования НДС в рамках взаимной торговли. При поставке у нас, чтобы не было двойного налогообложения, экспортирующая страна устанавливает ставку ноль, то есть не облагается НДС. Но есть обязательства у экспортера встать на учет в импортируемой стране и налоговую службу этой страны, как бы у нас там есть механизм обмена, сведения, они там ежемесячно обмениваются данными. Вот у экспортера есть обязательства в течение 180 дней встать на налоговый учет в экспортируемой стране, когда нам эта информация приходит, мы ему тогда фактически эту ставку ноль признаем. В случае, если эта информация к нам не приходит, то этот экспортер обязан в Кыргызстане уплатить 12% ставку. Так вот, так как Калининградская СЭС является СЭСом в рамках Союза, то у бизнесменов, которые работают в Калининграде, а вы знаете, это же город, это не просто территория, то они оказались в неравных условиях. То есть когда они экспортируют со своей территории продукцию, то они должны автоматически сразу этот НДС уплатить, потом вот эти вопросы решать по возмещению. То есть проблемы создаются. Для того, чтобы уравнять правила игры для всех, вот эти изменения сейчас вносятся. Также им сделать отсрочку на 180 дней. То есть там двойное налоговое обложение, все это как бы усмотрено, да? Да, это как раз таки у нас ставка ноль вообще в Союзе при администрировании НДС специально сделана для того, чтобы избежать двойного налогового обложения, чтобы бизнесмен не платил ни в стране, где производится товар, и нигде он не потребляется. У нас есть принцип в рамках договора Союза, в рамках Союза принцип, что налоги на добавленную стоимость оплачиваются в месте потребления. Спасибо большое. Спасибо большое. Продолжение следует... 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 Ордена койп койшунар герек. Джебарвол, Джекопол даге масэлены койш керек. Етменен челдин ортозында жюрвэ даге масэлены койш керек. Мен тушунум, сез министерді Норумбасары Гатарында баа бералвайс, бірақ біз депутаттар елді нөкілі Гатарында ұшын айтып койшқа милдетті үйіз. Герекпі, ічкі жөнгі салуучы механизмдерің соныштағыла жоғар кенеш қаула алпасын масэлен жоқ. Ушын ескі алп койсаңғыр, масэлен жоқ. Сізді ұшыл жерден қолдап кеттің келет, абдан туран нерселерді айтып көтеріп кеттіңіз. 26-27 майда бүт министерлер бізге қырыстан келет. Өзіңір білесіңір біз бұл жылы төраға алып милдеттің атқарып жатауыз. Шоң алқағында бізде чон форум болып. Президенттерің ғатшуыс менің бүт министерлер керет. Біз құдай бұрсауыз, үшілер дептаттар менің чоғы Сергеевіндай бір конференция ұлыш түрпіреңде үш әрекеттің әуісті. Рахмат. Рахмат, кемде бар сұрол? Альшер Аббилай үшті сөз, анаген Нұрджет қады бөліпсізді. Рахмат. Сұлпаналы еміна, салмасыз тар ұрматты дептаттар. ұрматты министерің ұрмасары ұшыл азыр қайтлотқан екі министер бойынша, сіздер бұлар дайындалғандан бері қанча жолы жолы ұшы өткөздіңіздер, ақырқы жолы сіздерменен бір кенешмей, бір жолы ұшы ұрматчөтін берді бі? Тағы бір жолы айткетінгелет бұлар деген әлі аралық қызматкерлер. Мисалы мұна оғында ғути ереш отырат, ал португалиялық, бірақ ал барып португалиан кенешіне, мұнда ешкемісінің атчот перпейді бұлдығын ұшына дайы әлі аралық ұйымын ұшында өзі 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 үшілігін ұшылы қында ұлда ғаға бұл ұшы ұқытыңылық, бұл ұшы өқметаларық ұқытғымларға ғаға қаратқан да ұшақтан жолы ұшып үлесіп тұрауыз. Продолжение следует... 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 Азархи, айтутбайвына, тюзімдік бөлімденің ишін тез көйчейдет, коллеган мүчен сонушу мене, мүчөлсігейм бізден? Экі министры. Экі министры? Түшіндікті... Анда министрелерге байланаштыған чешім қауланады? Мисалы, департаветін директоры административтің қызматтағыларды ошылар чешіп көйткен тұра, берерінде сонуш беріп, ана мөнетін ұзартып. Экі министры байланаштыған дарайтылғатады. Аларды меніңді номерда чекір, сүйолосы ұзартыпаш маслесің қандай жетіп көйткен тұра? Урсат першін қайры, раз ми тілінде, чтобы не было неправильной интерпретацией. В соответствии с правом союза, есть только три варианта, как убирать с должности министра. Это собственное заявление или возбуждено уголовное дело. И третье, он нарушает принцип то, что он ведет, например, параллельно бизнес. Других вариантов нету. Иәмі, дагы бір сұру, мәне адахан кисамбачат падыла, адыр біз бұғы өзгёрттегі үзалваевыз, стандартты келешім қалалсуізгеріктек. Місалы, гепатитис кедавайтайн, біз азыр қаулалувай күлданғыйкім таптірп кайтар твердік. Ушон өбір өзгёрттеп келештінің механизмдер бар в жіл жыл улары. Я, наверное, сразу сказал, что по идее есть право. В рамках процедуры внутригосударственных процедур есть две процедуры. Внутригосударственные согласования и внутригосударственные процедуры. Внутригосударственные процедуры – это когда проходит процедура ратификации. Никто не умаляет права нашего Джоур Кенеша внести изменения какие-либо. Просто здесь есть такой принцип, как сказать, мы проходили внутригосударственные согласования. Государство дало добро, президенты на уровне премьера, смотря какой уровень акта, подписали. И потом вносим изменения, и нам будут говорить, что ребята не могли заранее эти предложения дать. Поэтому все время призываем, если у депутатов есть предложение что-то изменить в договоре или в международном договоре союза, то мы можем это инициировать от кыргызской стороны, чтобы не задерживать процессы ратификации. А так, у вас есть полное право хоть что поменять, хоть что внести изменения. Никто не умаляет ваши права. Спасибо. 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 Хорошо. Известимен финалين за Ведомство. 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 Это уже не предписание, а консультативные методы. Что им надо изменить? В случае потом выявления нарушения, допустим, кто-то отравился или заправка взорвалась, будут проверяться, кто проводил консультации, обращался ли бизнес к государству. В случае, если все это произошло по вине контролирующего органа, то есть он недостаточно проконсультировал, то тогда будет нести ответственность этот госорган. В случае, если он предоставил консультации, а бизнесмен их не сделал или он не обращался, тогда будет нести ответственность бизнесмен. То есть мы хотим вообще вот эту парадигму поменять полностью. Я думаю, еще будет много вопросов от моих коллег. Я немного сокращу и уточню свой вопрос. Вот то, что вы сейчас говорите, что будет меняться концепт подхода взаимодействия предпринимателя с государством, это очень хорошо. Но единственное, тоже надо учесть практику и очень важно, чтобы вы ее проработали. Учитывая, что теперь будет предписание, рекомендации, имейте в виду, что госорган накидает столько предписаний и выкинет и скинет это на плечи предпринимателя и будет говорить, я же вам говорил, а он не исполнил. Это первое. Второе. Вы знаете, у нас даже в области образования кто-то дает курсы английского языка, кыргызского, русского, независимо. Он, этот предприниматель бедный, который еле нашел за минимальную оплату кабинет, он вынужден месяцами дожидаться разрешения от пожарной службы. Вы ее здесь отдельно выделяете. Это целая коррупционная кормушка там. Там, где практически невозможно, чтобы появилась какая-то пожарная ситуация, они ходят и мучают, заставляют ставить туда обязательно аппарат для тушения огня, плюс еще дополнительно топор. И вот таких, знаете, сколько припонов ставит наши государственные органы. Основной источник дохода бюджета это наши предприниматели. Поэтому нужно максимально им создать условия. Вопрос. Вы убрали отсюда соцфонд. Он налоговой службе же перешел. Административная часть налоговой службы, она налоговым кодексом регулируется. Я хочу вас полностью поддержать. Вы абсолютно правы. У вас есть большой стаж в области госслужбы. Вы сами, когда были министром иностранных дел, не раз встречались с предпринимателем. Здесь я хотел бы немножко некоторые вещи тогда прокомментировать. У нас сейчас, как проводятся проверки, она все в электронном виде. Нет такого, что госорган пошел, предписание сам написал и проверил. Он должен получить разрешение, я имею в виду о внеплановых проверках. Как инициируется внеплановая проверка? Здесь нужно обращение гражданина, что нарушается его права, или обращение бизнесмена. Никак не может инициировать проверку сам госорган. Это первое. Плановая проверка, она раз в год, она идет в плановом режиме. Если такие вопросы будут, у нас создан антикоррупционный деловой совет. У нас сейчас в прокуратуре передались следственные мероприятия. И министерская экономика всегда открыта. Если бизнес видит, что есть неправомерные проверки со стороны госорганов, мы будем это пресекать. Также я хочу отметить, что первый шаг перехода на консультативную парадигму, мы уже сделали. Этот проект закон скоро внесется в администрацию президента. В случае поддержки мы надеемся, мы внесем его к вам и вместе с вами его примем. Спасибо большое. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Рахмат. Рахмат. Урмату чулпаналин, урухсатпе, урмату депутаттар. Мы сейчас, мне кажется, немножко увели наш разговор. Такое ощущение происходит, как будто мы дополнительные функции, дополнительные карательные органы здесь придумали и хотим начать новые виды проверок. Абсолютно это не так. Я хотел бы отметить, что право одного не может осуществляться за счет права другого. То есть у нас в соответствии с Конституцией гражданин имеет свои права на защиту своего здоровья. И здесь получается тем, что мы сейчас не будем проверять бизнес, не будем приводить производимую продукцию в соответствии с техническими регламентами, не будем делать так, чтобы бизнес выпускал или работал в соответствии со стандартами безопасности. Мы тем самым можем, подвергаем риску своих собственных граждан. У нас 700 тысяч бизнесменов, 700 тысяч предприятий. Невозможно их всех физически, как вы говорите, тотальный контроль сделать, что сейчас 15 мы вас поддержим и вы сейчас пойдете все 700 тысяч на колени поставить. Это просто физически невозможно. Но государство должно обеспечить право граждан на то, чтобы потреблять безопасную продукцию. Без мер со стороны государства это просто невозможно. У нас, вы знаете, вот, например, сколько пожаров случается. Ну, госэкотехинспекция все передали ей. Он и за трудовой дисциплины смотрел, и за пожарной безопасностью смотрел. И что, к чему это привело? У нас разве увеличились, уменьшились пожары от этого? У нас меньше людей начало травиться от этого? Здесь просто иногда, мне кажется, надо в суть вопроса просто посмотреть. Да, я понимаю, что по сравнению с тем, что было 12, стало 15, это кажется, как будто новые функции какие-то или новые эти контролирующие органы появились. Абсолютно это не так. Кроме того, вы знаете, почему госэкотехинспекцию расформировали? Потому что никто не отвечал за политику, например, в области энергетики. Энергетики говорили, мы политику ведем там, цены смотрим или еще что-то, а за безопасность на гидроэлектростанциях, на этих, говорят, а он бы из госэкотехинспекции. Ну, как может орган, который ведет политику регулирования, не нести ответственность за свою сферу, за свой сектор? Поэтому было такое принято решение. Надо посмотреть, как госэкотехинспекция у нас на протяжении пяти лет работала, посмотрели. Сейчас посмотрим, как так будет работать. Просто не надо это сравнивать с теми годами, когда у нас, еще раз говорю, года было 40-50 контролирующих предприятий и беспредельно они по своему желанию контролировали. Сейчас это приведено уже в соответствие. Все в электронном формате. Есть еще депутаты, которые хотят задать вопрос, да? Нурлан Бекасамикович. Скачает. 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 Мы посмотрели сейчас перечень уполномоченных органов, которые мы создали, 15. При госэкотехинспекции было там действительно, да, там три-четыре или где-то вот я пять служб посмотрел, которые были в составе этой службы. Двенадцать функций было. Двенадцать функций, да? И на сегодняшний день мы посмотрели, ничего не изменилось по большому взять. Все вот эти 15 служб, которые опять вновь они создаются, да, они те же несут функцию надзора, регулирования и контроля. Вы абсолютно правы. Эти же функции прописаны в закон. Надо закон изменить, чтобы эта функция исчезла. Сейчас я расскажу. Это же не зависит от перечня. Хорошо. Насколько Кабмин будет увеличивать службы регулирования надзора и контроля, настолько будет увеличиться у нас коррумпированность в стране. Мы это должны понимать. Правильно? Вот. Поэтому эти службы, они не должны носить карательный характер. Они должны носить предупреждающий профилактический характер. А у нас они работают наоборот. У каждого гражданина есть свои права. Правильно, конечно, есть. Но и у каждого предпринимателя есть свои права. Потому что это экономику поднимает наши предприниматели. Мы это не должны завидовать. Мы, Ельдатур Ильич, мы должны потихонечку идти к тому, чтобы мы должны уменьшать. Я вас хочу попросить, чтобы вы не комментировали, просто отвечали на вопросы депутатов. У вас нет такого полномочия комментировать депутатов? Кабмин должен идти на что? Он должен идти на уменьшение службы надзора, регулирование контроля. Только после этого будет у нас развита экономика. А если вы будете увеличивать количество, еще будете давать полномочия, экономику мы никогда не сможем поднять. Спасибо большое. Я согласен с вами. Я вначале отметил, когда говорил, что сейчас в Министерстве экономики разрабатывается закон, у нас есть концепция для того, чтобы парадигму контролирующих надзорных уровней вообще поменять эту ситуацию. Вообще парадигму эту поменять. Перейти от надзирательных, карательных функций к консультативным. Сейчас первый этап в рамках нового нашего закона. Мы хотим это внедрить, чтобы наши органы давали консультации. Мы к вам придем. Но здесь то, что мы сейчас предлагаем, это абсолютно не касается этого. Здесь мы просто то, что у нас в законе государство должно обеспечить надзорную функцию, мы их распределяем по органам, которые сейчас есть в структуре правительства. Мы же не можем, например, в области пожарной ситуации передать учителю, педагогам проверять. То есть за каждой структурой есть свои функции. Мы их просто перераспределяем. Поэтому еще раз обращаемся, уважаемые депутаты к вам, чтобы мы понимаем, большая проблема у нас есть в области надзорных функций, контрольных функций. Мы к вам придем с этим законопроектом. Но здесь сейчас ситуация идет. Это обязательства государства в рамках принятых уже законов. Мы должны обеспечить надзор этот. Или надо тогда в законе внести изменения. У каждого депутата есть право инициировать этот законопроект. Но мы считаем, что правильно было бы сейчас распределить эти функции. Это из cotевートного комитета мирного комитета. Мы, дороги, обязательные депутаты. Мы для того, чтобы подATHAN с практически 오идita matters. С чего-то начнем в crisis. Все специальной筋 idi highways и поистине ринад-��и, что-то, знаете, мы against talked toega и посчитаем riskmente. Я призываю, что когда он подходит в рамках, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...